Дня. Начинаем наш очередной вебинар и вас приветствует команда Ведопульс, производитель лучших продуктов для здоровья и общения. И по традиции напишите в чат по 10-бальной системе, как меня слышно. Жду ваших десяточек. Звук отличный. Все ставят десяточки. Начинаем наш мастер-класс. Сегодня мы разберем несколько клинических случаев. Я вам расскажу эти карточки. И вы увидите результаты лечения конкретных пациентов. Карточки все предоставлены медицинским центром, сотрудничающим с нашей компанией. Все записи производились в этом месяце. То есть, случаи достаточно свежие. Итак, первый случай. Женщина 44-х лет обратилась в медицинский центр для прохождения профилактического курса по поводу хронического гастрита. Она наблюдается уже в течение нескольких лет. Острых ситуаций у ней не возникает. Женщина более-менее следит за собой и просто выбрала тактику, что раз в полгода весной и осенью приходит на профилактические курсы. И все свои огрехи в питании, в образе жизни она исправляет раз в полгода. Но пока она собиралась прийти на лечение, она встретилась с инфекцией. И в первый день прихода у ней были симптомы. Небольшая слабость. Выявлена температура 37,2 градуса. Была легкая заложенность носа. И начинающаяся головная боль. То есть, в тот день, когда она дошла до лечения, у ней были первые признаки острого респираторного заболевания. Доктор осмотрел ее. И было принято решение совместить профилактический курс. И, так скажем, помочь человеку не разболеться. В таких ситуациях мы поступаем следующим образом. Что в приоритете острое состояние. Такие ситуации достаточно нередкие. То есть, человек собирается все-таки пройти на профилактический курс. Но пока он доходит, у него возникает какая-то другая острая ситуация. В данном случае это была острая респираторная инфекция. И по исследованию мы можем посмотреть, почему это возникло. На самом ли деле это такая острая ситуация, либо это, так скажем, заканчивающая резерв адаптации. И в этом нам помогут и индексы, и меридианы, и некоторые другие параметры, которые очень точно показывает видопульс. Вы сейчас видите на своих экранах разбивку по меридианам. И если мы оцениваем соотношение меридианов между собой по правилу муж-жена, то в данном случае мы видим самый выраженный блок между двумя меридианами. Это меридиан почек и меридиан перикарда. Блок находится на инском уровне, то есть это инские органы. И напомню вам, что система муж-жена связывает между собой либо пары по инь, либо пары по ян. То есть система муж-жена не связывает между собой инский и янский орган. Поражение на инском уровне ведущее, то есть значение минус 58,8. Кто не знаком с этой системой, соответственно, в вебинарах я предыдущих рассказывал об ней неоднократно. Но в данном случае мы делаем просто. Мы из меридиана категории муж вычитаем значение меридиана жены. И энергетика меридиана жены должна быть меньше, чем меридиан мужа. В данном случае мы видим, что меридиан из категории жены, это меридиан перикарда, он вообще самый мощный в данном раскладе. А меридиан почек, который должен быть более энергетически сильным, находится в желтой зоне. Ну и я просчитывал все меридианы, посмотрел. Данная система находится в самом дисбалансном проявлении. То есть цифры значительно, ну очень большие. И это говорит о том, что на самом деле в ситуации виновата не встреча с инфекцией. То есть не инфекция преодолела хорошие защитные силы организма. А защитные силы организма так низки, что любое неблагоприятное воздействие проходит сразу достаточно на глубокий уровень. То есть перикард и особенно почки относятся к самому глубокому уровню энергетики. И таким образом запасов сил вот на этом глубоком уровне энергетики у человека нет. И восполнение этих запасов достаточно небольшое. Напоминаю вам, что основной приход энергии идет по трем меридианам. Это меридиан легких. Мы видим, что он в норме. То есть это дыхательная система. Следующий, четвертый меридиан. Это селезенка поджелудочная железа. Это наше питание. Мы видим здесь условную норму. Но энергетика уже идет на спад. И наследственная энергетика. То есть самый глубокий уровень у нас находится в одном из самых сильных минусов. И есть меридиан, который его подавляет. По правилам муж-жена. Это в данном случае меридиан перикарда. И в такой ситуации, ну, как бы вся энергия, вновь поступающая, она будет уходить на восполнение этого дефицита. И этим воспользовалась инфекция, с которой встретился человек. И пробила защитные силы. Ну, так скажем, их пробитие никакой трудности не представляет. То есть это делается легко и просто. Был выбор следующей рецептуры. То есть уже медицинский центр работает по обновленной рецептуре, по обновленному приложению, где есть выбор между категорией джень и между категорией дзю. И все вы прекрасно понимаете, что, во-первых, острое респираторное заболевание – это заболевание холода, вызванным холодом. Такой вебинар тоже. Где-то в конце весны я уже проводил и подробно рассказывал об этом всем. Ну, и поражение инского уровня, самых глубоких меридианов, показывает на то, что надо восполнять энергию. Восполнением энергии занимается лучшая категория дзю – прогревание. Ну, и таким образом, сочетание острого респираторного заболевания и низких резервов у человека приводит к тому, что мы выбираем рецепт из области дзю, ну, и берем непосредственно острое состояние, у РВИ – острая стадия. Даты представлены реальны, когда человек и проходил данный курс. Был проведен полный курс из четырех процедур с учетом времени и биоритмологических точек. И ввиду того, что наш рецепт учитывает в том числе личную энергетику с позиции аюрведы, то есть баланса ДОЖ, и с позиции баланса, точнее дисбаланса канальной энергетики, все необходимые точки в целом для восстановления организма у человека присутствуют. И, казалось, номинально мы проводим лечение острого респираторного заболевания, но реально мы не только убираем симптомы у РВИ, но и восстанавливаем энергетику. Что получилось в итоге, я вам сейчас представлю. В этой части экрана результаты до лечения, то есть при первой записи. Во второй половине экрана результаты после лечения. Человек пришел со сниженным уровнем энергетики. Уровень ТП составил 725. После курса, состоящих из четырех процедур, они проводились ежедневно, даты вы видели у себя на экране, энергетика повысилась и составляет 959 условных единиц. Обращает внимание на высокий показатель ОМО в процентах, 63%. Это говорит о том, что включаются центральные механизмы регуляции, то есть состояние достаточно запредельное, и нормальные процессы регуляции не справляются с текущим компонентом. И вы видите, что структура по гистограмме достаточно неустойчивая. То есть есть срединный очень высокий зубец, ну, очень высокий график. Если он превалирует и превышает 50%, это говорит о нестабильности данной ситуации. То есть, интерпретируя это к состоянию здоровья, у человека может любой внешний стимул вызывать длительно текущее обострение. И можно сказать, что пациентка, ну вот, пришла в тот крайний момент, если бы она начала заниматься самолечением, то, скорее всего, ее бы у РВИ затянулось и переросло в обострение ее хронических проблем. Но она успела вскочить в последний вагон, и в результате произошло выравнение ее структуры. Вы видите, что гистограмма стала менее высокая. Процент ОМО самого высокого столбика составляет 46%. Критический вариант – это 50%. То есть из критической зоны мы человека вывели и застабилизировали. Вот, посмотрите, если вокруг ведущего столбика, как на данном примере, есть два одинаковых столбика одинакового уровня, это говорит о стабильности системы. В предыдущем варианте мы видим, ну, кроме высокого центрального столбика гистограммы, мы видим, что другие столбики, они находятся на разном уровне. Это один из показателей нестабильности системы, что она крайне нестабильная и может спровоцировать очень тяжелое состояние. И так же все это отразилось на индексах. Красным обведены те индексы, которые были получены в результате лечения. Индексы, которые были на первом приеме, они не обведены. Что мы видим? То есть индекс морфо-функционального состояния 65% находится на границе, так скажем, зеленой и желтой зоны. То есть это как бы не совсем хорошо, но еще не очень плохо. В результате индекс морфо-функционального состояния повышается и переходит в широкую зону норму, до 75%. Даже вот эти 65% в начале удавалось достичь с очень высокой ценой адаптации. Эта цена составляла 63%, то есть желтая зона. Имеется определенное напряжение. В результате лечения мы повышаем морфо-функциональное состояние и уменьшаем цену адаптации. Цена адаптации четко приходится на зеленую зону. То есть человек очень оптимально работает и поддерживает это состояние. Также уменьшается уровень стрессового напряжения. Когда мы говорим об инфекционных заболеваниях, мы можем трактовать уровень стрессового напряжения, в том числе как уровень интоксикации организма. То есть процесс только начинался, но интоксикация уже пошла и составляла 258. В результате лечения практически на 100 единиц удалось понизить уровень стрессового напряжения и тем самым уменьшить интоксикацию. Увеличение скорости биологического старения говорит о том, что мы выводим ее из застойной области. То есть по этому показателю не всегда полезно иметь его достаточно низким. То есть вспоминаем, что наши индексы, они сформированы по принципу светофора. И, ну, как мы помним, в светофоре три цвета, но есть некоторые индексы, где добавляется еще четвертый цвет. И четвертый цвет, он добавляется не как вариант «очень хорошо», а как вариант определенных застойных явлений. И если вы видите как скорость биологического старения, так и уровень стрессового напряжения близкий к нулю, то это один из показателей застойных явлений. И мы из показателя 0,5 вывели в 0,9. Небольшое движение, но оно идет в нужную нам сторону. Ну и клинически. Пациентка, так скажем, все ее симптомы были купированы сразу после первого сеанса. Дальнейшие сеансы привели к общему поднятию тонуса. Ну, и женщине было достаточно этих четырех сеансов, проведенной лазеротерапией. Она уже, ну, так как не первый год лечится, она по себе достаточно хорошо чувствует, то есть насколько повлияло лечение на пищеварительную систему. Даже мы целенаправленно не работали с пищеварительной системой, но учет ее текущего состояния ОРВИ плюс баланс меридианов и конституция по душам позволила вот этим, так скажем, не совсем стандартным рецептам по отношению к пищеварению улучшить ее пищеварительную систему. Вот такой первый достаточно интересный случай. Второй случай будет еще более интересный, и он показывает, как человек держит наше лечение, проводимое по рекомендации ведопульса. То есть вторая пациентка, это женщина 57 лет, она за этот год проходит второй курс лечения, и оба курса были зафиксированы посредством нашего чудесного ведопульса. Первый курс лечения женщина прошла в марте этого года, второй курс вот закончила совсем недавно и прошла в октябре. И я вам покажу результаты лечения первого курса, второго курса, и покажу, как с марта по октябрь, какие произошли изменения, насколько удалось удержать текущее функциональное состояние за этот промежуток времени. У женщины достаточно много вопросов по здоровью. То есть она приезжает раз в полгода в Новосибирск к родственникам, максимум на недельку. И параллельно, ну вот в этом году она решила поправить свое здоровье, потому что, ну, сейчас я озвучу, вы сами поймете, что там не все так хорошо и замечательно. Ну, перед вами на первом слайде видна ее запись. То есть всегда начинайте смотреть саму запись. То есть уже форма записи, она говорит о многом. То есть, по-первых, видно, что каких-то резервов адаптации достаточно мало. И человек не может изменяться, потому что, ну, практически ровная запись. В нижней части экрана мы видим запись после лечения. То есть уже видна вариационная часть. появляются большие волны. В первой записи эти волны, ну, так скажем, угадываются только. Итак, что же у женщины? Ну, во-первых, просто посмотрите на ее рост и вес. Рост 169 сантиметров, вес 131 килограмм. Это на первый курс лечения. За зиму 15-го года она набрала около 10 килограмм. То есть идут процессы накопления. И организм пытается набрать, ну, необходимых веществ, чтобы справиться с какой-то проблемой. А какие же у ней проблемы? То есть то, что у ней на первом месте, выделить достаточно сложно. Потому что одну неделю ее беспокоит одна ситуация, другую неделю может беспокоить абсолютно другая ситуация. То есть приоритеты в заболеваниях, они меняются там чуть ли не раз в неделю. Ну, это на первый курс лечения. Женщина начала свои жалобы с того, что периодически раза два в месяц ее беспокоят сильные головные боли, длящие долго и очень плохо снимающие медикаментозными препаратами. Эти боли могут сочетаться с болью в позвоночнике, как в шейном, так в грудном, так и в поясничном отделе. То есть может проявляться в разное время разный отдел позвоночника. Имеется постоянная заложенность носа. Частые бронхиты со скудным отделяемым. То есть где-то раз в месяц у нее идет обострение, она кашляет, что-то отходит очень плохо. И этот кашель провоцирует в том числе головную боль. У ней есть проблемы практически со всеми внутренними органами. Имеется хронический пиелонефрит, хронический холецистит. То есть с ее слов она соблюдает диету, но так как она прибавляет по 10 кг за несколько месяцев, эта диета должна быть какая-то очень своеобразная. В 2002 году у ней были уже удалены камни как в желчном пузыре, так и камень в правой почке. В 2003 году у ней была операция по удалению матки и яичников. В настоящий момент у ней имеется узловой зоб. Гормоны в нормальном состоянии. Снижается за последние пару лет зрения. Плюс офтальмологи диагностируют начинающуюся катаракту. И планируется операция у нее. Также повышенный уровень сахара в крови в районе 8. И повышенный уровень мочевой кислоты. То есть того биохимического маркера, который указывает на большую нагрузку на суставы. И в целом все эти изменения указывают на метаболический синдром. То есть обмен веществ идет крайне медленно. И у женщины идет накопление всех этих параметров. Что мы видим до лечения? То есть она пришла с ТП крайне низким. 261. И вы видите, что общая картина распределения по спектру LF, HF и VLF. Ну, она, можно сказать, инвертирована. То есть самый высокий пик находится в зоне HF. В LF и LF, они должны быть больше по размеру, чем HF. Ну, они очень низкие. Ну, и уровень ТП достаточно низкий. Организм как-то пытается набрать энергетику, потому что HF – это активность парасимпатической нервной системы. И эта нервная система, она позволяет нам получать энергию. Она старается всеми способами, но, так скажем, ее старания практически равны нулю. В результате первого курса, он был 8 процедур, удалось поднять энергетику до 754. То есть если сравнивать с исходной, ну, это где-то в 2,5 раза. То есть за достаточно короткий срок, чуть больше недели, ну, это достаточно хороший вариант. Ну, единственное, что не удалось достичь, это, ну, как бы, чтобы регуляция происходила на уровне симпатики и парасимпатики. Превалирует показатель VLF. То есть это центральная регуляция. В норме показатель VLF должен быть меньше суммы показателей LF и HF. Ну, то есть он должен быть меньше 50%. Здесь мы видим превалирование. Ну, это, так скажем, не совсем хорошо в данном случае. Но если посмотреть на общую картину, ну, то сложно ожидать за короткий промежуток времени чего-то более лучшего. Конечно, такое бывает, вообще идеальное лечение. Но нам надо быть все-таки реальными людьми, что мы не всегда можем сделать то, что хотим. Особенно, ну, в достаточно сложных и запущенных ситуациях, когда процессы идут не то что годами, а десятками лет. И человек приходит и говорит, у меня всего неделя, я вот могу столько дать времени на свое лечение. Типа, доктора, как хотите, так и делайте. Как будто это доктора болеют, а не она болеет. Ну, таких пациентов достаточно много. Что мы видим на гистограмме? Мы, опять же, видим централизацию всех ее механизмов адаптации. И процент ОМО 81. Мы видим очень высокий средний столбик с всего двумя боковыми столбиками. Они разного уровня, то есть это очень нестабильная ситуация. В результате лечения процент ОМО, ну, он был опущен, так скажем, на границу нормы. Ну, желательно, конечно, чтобы он был меньше 50, но вот удалось довести только до 50. Но, посмотрите, поднялись, стали более высокие другие столбики, и их стало 4. Стал появляться еще один дополнительный. То есть, если смотреть результат лечения отдельно, можно сказать, что он, ну, так, не очень хороший. Но если сравнивать с тем, что было, ну, можно его назвать шикарным. То есть, все зависит от того, как мы посмотрим и что мы будем, ну, брать за точку отчета. Потому что все параметры надо смотреть в комплексе. И наше занятие, как бы, и посвящено этому, чтобы увидеть эту комплексность изменений. То же самое мы видим по отношению к индексам. Красные обведенные индексы – это то, что получено после лечения. Необведенные индексы – это индексы до лечения. То есть, изначально индекс морфо-функционального состояния 35% стал 50. Цена адаптации была 81%, снизилась до 50% и стала цена адаптации входить уже в зеленый коридор нормы. Уровень стрессового напряжения и интоксикации. То есть, когда у нас есть метаболический синдром, у нас есть изменения биохимии, изменения гормонов. Это тоже коррелирует с уровнем интоксикации организма. Был этот уровень 737, снизился до 265. Мощность энергетического поля составляла 24%, стало 55%. То есть, по энергетическому полю ядро нашего поля – это желтая зона. Когда у нас идет восстановление энергетики, нам желательно, чтобы был ровненький зеленый контур. Он стал появляться. То есть, на первом варианте мы вообще ничего зеленого не видим. На втором уже есть, ну так скажем, еще неровный контур, но к этому стремится. Ну и женщина, она впервые была в этом медицинском центре. Ну, так как она много где лечилась, но тут приехала к родственникам, ей посоветовали. Она пошла на лечение и, можно сказать, с первых же сеансов почувствовала положительные результаты. Это, конечно, сказалось на ее общем психоэмоциональном фоне. То есть, она как-то прониклась лечением и выдала достаточно интересный результат, который мы видим во вкладочке «Музыка терапии». То есть, эту вкладочку можно использовать и как психический настрой пациентам к лечению и ответ на лечение. То есть, не всегда возможно получение вот этой вкладочки «Тональность». То есть, там есть определенные технические нюансы. Не всегда этот график показывается. Но, когда он показывается, мы можем определить, имеется ли у человека положительный жизненный настрой, либо отрицательный. То есть, положительный – это зелененький столбик из категории «Мажор», а отрицательный – это синенький столбик из категории «Минор». И вы видите, в каком психоэмоциональном состоянии пришел человек к началу лечения. Ну и под конец лечения она прониклась всем этим, что с ним делала. У нее эмоциональный подъем, и такое достаточно редко можно увидеть. Но это я вот как больше иллюстрации хорошего психоэмоционального подъема человека и вовлеченности человека в процесс лечения. То есть, когда человек активно участвует, то у него может быть вот такой стопроцентный положительный настрой. Ну, задача минимум, чтобы положительный настрой был больше выражен, чем отрицательный. Если имеется вот такой положительный стопроцентный настрой, это полный супер. Женщина стала более активна, она получила рекомендации по питанию, по образу жизни, по применению трав и уехала, так скажем, на основное место жительства. И вот в этом месяце она вернулась, приезжала в очередной раз к родственникам и посетила медицинский центр. Симптомы, ну, как она говорит, стали не такими яркими. По большому счету, процесс, ну, у ней остался на принципиально том же уровне. Но просто ее обострения стали возникать пореже. Реже, раньше было каждую неделю у ней какое-то обострение и новая ситуация. Сейчас это возникает раз в две недели. Но уровень симптомов стал менее выражен. И, ну, были достаточные сомнения, как она сможет удержать вот эти параметры или нет. И это я продемонстрирую по нашему новому приложению «Динамика». И, ну, изменения как раз показаны с конкретных дат, с 27 марта по 10 октября. Потому что последний день курса был 27 марта. Первый день текущего курса, который прошла женщина, 10 октября. То есть мы смотрим график изменения параметров. Цифра 1 – это запись перед первым курсом лечения. Цифра 2 – это параметр, когда мы закончили первый курс лечения. Цифра 3 – это с чем она пришла на второй курс лечения. То есть мы можем увидеть, удалось ли удержать параметры по основным моментам, по основным индексам этой пациентки. Мы наблюдаем, то есть здесь нам важно посмотреть, то есть есть та точка отчета, с которой женщина пришла. То есть, да, она принимает постоянно лекарственные препараты. Она что-то делает с собой. Но она не получала, ну, не медикаментозного лечения. То есть ей проводилась КВЧ-терапия. И в первом курсе, и во втором курсе. И вот эта динамика изменения – это изменение за счет конкретного физического фактора, который был добавлен. И преимущественно в таких сложных ситуациях КВЧ-терапии состоит в том, что КВЧ-терапия, она имеет накопительный эффект. И эффективность этого фактора, она будет и дальше нарастать. То есть это запускной такой механизм действия. КВЧ-активирует наши системы регуляции и направляет их для улучшения жизнедеятельности. И мы видим, что по показателю ТП, да, произошло снижение, но, так скажем, снижение где-то на одну треть от полученного результата. Показатель ВЛФ – центральная регуляция продолжалась увеличиваться. Хорошо или это плохо, мы посмотрим чуть ниже. Показатель ОМО – это показатель работы, опять же, центральной регуляции и вообще регуляции. То есть она была опущена с 80% до 50% за указанный период времени. Регуляция ухудшилась, но даже менее 10%. В принципе, достаточно хорошо. Уровень напряжения, то есть это уровень стресса и уровень интоксикации. Произошло небольшое увеличение. Ну, конечно, по сравнению с тем, что было, это где-то 1,4%. То есть возврат на 25%. Цена адаптации увеличилась, но увеличилась менее чем на 10%. Уровень морфо-функционального состояния также произошел небольшой откат, примерно на 30%. То есть по цифрам мы все это можем конкретно посмотреть. Все это говорит о том, что, ну, так скажем, человек что-то делал, но делал не на все 100%. Вариант того, что она все-таки делала, подтверждается тем, что за это время она похудела на 11 килограмм. Это было достигнуто, так скажем, не жесткой диетой, а просто за счет выполнения рекомендаций по питанию, данным на основе веда пульса. И теперь мы смотрим результаты лечения. То есть первый график – это перед курсом КВЧ-терапии. Второй график – это после завершения курса КВЧ-терапии. КВЧ-терапия проводилась всего 5 раз. Ну, напоминаю вам, что женщина приезжает сюда на неделю. Понятно, что в первый день приезда она не бежит в медицинский центр, она маленько отдыхает, потом приходит. Вот в данном случае уже не было такой у ней острой ситуации, и ситуация была более-менее стабильная. То есть она к ней привычная. И она прошла всего 5 процедур. Хотя в такой ситуации рекомендуется не менее 10 процедур КВЧ-терапии, если время позволяет, то можно увеличивать до 15. То есть она получила, так скажем, если брать идеальные рекомендации, от 25, но максимум до 50% воздействия. Но это дало достаточно хорошие эффекты. Уровень ТП поднялся с 550 до 1000 почти в два раза. Показатель ВЛФ, центральная регуляция 65% снизился до 40%. То есть основную регуляцию на себя взяла, как и положено, соотношение симпатики и парасимпатики. Так как соотношение парасимпатики больше по значению, чем симпатики, вот вы видите HF32, LF27. Это говорит о том, что набор энергии будет продолжаться и в дальнейшем. Индексы. Было в начале лечения 45% индекс морфо-функционального состояния, стало 60%. Цена адаптации снизилась, но незначительно, но медленно приближается к нужному коридору нормы. Уровень стрессового напряжения и интоксикации понизился с 345 до 181. Скорость биологического старения, то есть, ну, как бы тенденция к небольшому все-таки застою сохраняется. Ну, видите, цифры на самом деле, ну, можно сказать, не поменялось. Было 0,9, стало 0,8. То есть, застойные явления очень сложно снимаются, конечно, когда есть вот такой большой вес, но и с учетом роста пациента это третья степень ожирения. То есть, пока вес не придет, ну, так скажем, хотя бы ко второй степени ожирения, ну, ожидать, что вот этот показатель уйдет из застойных характеристик, ну, не приходится. Мощность энергетического поля поднялась, стала более равномерна, но все равно существуют определенные пробитые зоны, и эти зоны связаны с органами пищеварения и, в первую очередь, с работой печени. Мощность энергетического поля поднялась с 45 до 80%. Мало того, что мы видим изменения на видопульсе, в этот раз женщина приехала со своей биохимией, и в последний день она пошла, сдала биохимический анализ крови по самым важным мероприятиям и акцентам. И вот что было достигнуто и показало биохимии крови. То есть, сахар крови уменьшился с 7,5 до 6,4. Ну, это еще не норма, но изменение почти на единицу. Мочевая кислота уменьшилась с 409 до 371. То есть, приближается к нижней границе нормы. Такой метод, как КВЧ-терапия, позволяет активно взаимодействовать с обменом веществ и изменять его. Вот. На этом, как бы, все по этой пациентке. Сейчас поступил вопрос в чат, я его зачитаю. Сергей Викторович, Вы используете в этом случае КВЧ. Какой критерий выбора метода воздействия? Массаж, игла, лазер, КВЧ? Ну, как бы, этот и предыдущий случай я просто использую для демонстрации. Это работал не я. Это работали сотрудники медицинского центра, которые, ну, с нами работают. Ну, так скажем, в этой же ситуации я бы тоже выбрал КВЧ. В первом варианте я объяснял, почему выбирается лазер. Почему выбрано КВЧ? То есть, мы принципиально смотрим, джинь или дзю. Да, низкий уровень энергетики нам надо, как бы, восполнять. То есть, это плюс к дзю. Но очень выраженные застойные явления. Если мы будем, то есть, застойные явления, они подразумевают сгущение крови и всей жидкости. Если мы будем на застойных явлениях прогревать, то мы получаем образование флегмы. То есть, очень густой жидкости. И поэтому греть в данном случае нецелесообразно. То есть, остается вариант категории джинь. Туда входит массаж, иглоукалывание, электромагнитные поля и в том числе КВЧ-терапия. У нас не так давно выделилось отдельное приложение КВЧ-терапия. Если им не пользоваться, то КВЧ отдельно можно рассмотреть как просто электромагнитное поле. И в тех ситуациях, когда выражено страдает обмен веществ, есть полеорганное изменение у человека, то я всегда отдаю прерогативу именно КВЧ. Плюс, когда есть ограниченность во времени. То есть, человек говорит, что у меня вот есть столько-то времени, и вы понимаете, что вы можете что-то сделать наполовину. Тогда лучше использовать те факторы, которым можно запустить процесс восстановления организма. И здесь я приоритет отдаю КВЧ-терапии. На этом у меня все. Больше я вопросов не вижу. Благодарю вас за внимание. Присылайте свои карточки. Сам озвучим на наших мастер-классах, либо на наших встречах без галстуков. Задавайте свои вопросы. И успехов вам в изучении и практике ТКМ и Аюрведы с нашим любимым Ведопульсом. Всего вам доброго. До свидания.